Всем привет дорогие друзья, с вами снова как всегда Стас И я опять сегодня буду свою тему гнать про то, что к ЕГЭ надо готовиться С 10 класса, с 9 класса И будет сегодня видео про ЕГЭ, про общество знания Но в начале я думаю вы понимаете мои условия Поскольку видео про ЕГЭ, про историю собрало 30 лайков Даже больше, я понимаю, что вам эта тема интересна Это видео должно будет набрать 50 лайков Или у меня будет желание, 50 лайков Также играем по моим правилам Ставьте сейчас прям бегом лайк Подписывайтесь на канал И еще, у меня кстати новая партнерская программа В описании будет ссылочка Перейдите, зарегистрируйтесь, если у вас есть канал Я фигню не выбираю Все для вас, делюсь с вами моими секретами по партнерской программе Может видео здесь сниму, если вам будет интересно Так что все пишите в комментариях, чтобы я знал о том, что вам интересно и что вам надо Ну а сейчас видео про ЕГЭ, про общество знания Общество знания это самый популярный, необязательный предмет на ЕГЭ Потому что все у нас же будущие юристы дофига В общем, поехали Я думаю мы будем работать по такой же системе Вначале всякие пособия, учебники, потом тестовые материалы И потом еще немножко моих советов Начнем мы с пособий И первое пособие Это будет обязательное, наверное, пособие для каждого ученика, который сдает ЕГЭ по общество знаний Это общество знания в таблицах Баранов, Шевченко, Воронцов Вот это вообще Как у меня по истории такая же, если кто смотрел видео Это вообще вот обязательная, так сказать, шпаргалка И тут же еще есть теория Для тех, кто сдает ЕГЭ по общество знаний Это вот у вас должно быть тут прям вот на столе лежать как карманный справочник, как карманная Библия Если вы хотите углубить свои знания по общество знаний То для вас будут всякие учебники по общество знаний Вот этот вот самый такой, не знаю, распространенный, не распространенный В общем, он хороший Вот здесь социальный статус личности, социальной роли личности Здесь экзамен на 5 Он поможет вам, если вы будете поступать в ВУЖ Здесь очень обширное гражданское право дается Здесь, вот вам сейчас открою для вас И уголовное право дается И трудовое право, и основы трудового права Здесь вообще дается все, что вам, в принципе, надо и на экзамене И потом, если уж вы, конечно, вот так вот это выглядит Будете на юридическом учиться, и то, что вам еще понадобится И к экзамену это поможет подготовиться и ко всему Усугубит ваше знание по данному предмету Также у меня еще идет словарь Общество знания, необходимые и достаточные для ЕГЭ И вот такая вот еще экономика Это просто как выдранный из полного справочника ЕГЭ по обществу знанию Баранова Шевченко, тоже Баранова Шевченко Это вообще мы покупали к девятому классу Потому что я думаю, что это мне Нагия пригодится В общем, не пригодилась Здесь просто термины Кстати, термины здесь, термины в учебниках и термины вот в этих пособиях Они абсолютно разные, потому что они по-разному трактуются И сами понимаете, кто будете звать в сознание Выбирайте для себя самое основное, кто отражает ключевые, так сказать, особенности Но выбирай и учите Вот это, так сказать, тоже, я думаю, вам пригодится Мне нет, вам лишним не будет После того, как вы уже нагнали себя по ЕГЭ по обществу знанию Вы должны были это уже сделать, потому что уже 3 месяца до экзамена осталось Вы покупаете себе всякие книжечки Итак, не падайте в обморок Вот такая вот, такая вот толстенная книжка Это 50 вариантов ЕГЭ по обществу знанию Я не знаю, зачем так много Она реально толстая, вы можете посмотреть, сейчас посмотрите Ладно, посмотрели, в общем Как-то, как-то, но посмотрели Она реально толстая Она Ее прорешивать, это я не знаю, сколько надо Чтобы всю порешать, сколько надо силы и Вообще воли в себе иметь Потому что она Блин, она полностью повторяет ЕГЭ по обществу знанию Но это реально надо Это для натаскивания себя по заданиям Что вообще будет, что вообще надо Это надо Ну и поскольку мы уже и подготовили себя, и проверили свои знания Что еще сказать? Общесознание это тот предмет, который основывается на теоретических знаниях и на личном опыте Поэтому смотрите новости, читайте профильную литературу, читайте всякие маркетинги И такие вот всякие психологические книги, потому что вам надо будет приводить аргументы к сочинению И Общесознание это такой предмет, который как бы есть Но как бы он описывает жизнь И он такой поверхностный предмет Он не такой точный, как, например, математика, которая бьет там в одну форму Или физика, которая описывает законы природы Это тот предмет, по которому можно поговорить Как общество знания Общество это люди Это социум Это тот предмет, который такой, типа, обтекаемый Это я его называю обтекаемый предмет Поэтому готовьтесь к нему Натаскивайте себя и в теоретическом знании И в практическом знании И в каком-то еще другом знании В общем, натаскивайте себя обширно Потому что это достаточно обширный такой предмет Общесознание не так сложно написать, как историю, например Или как математику, история, это вообще самый сложный предмет Кто бы мне что сейчас не говорил и не писал бы История, это самый сложный предмет Не надо любители профильной математики Мне сейчас вот так вот биться головой об стену Следующее видео, когда это наберет 50 лайков Будет про русский язык Или про базовую математику Пишите об этом все в комментариях Делитесь этим видео с друзьями, которые издают общество знаний Или просто людям, которые будут называть общество знаний Кто в 10 классе Которым интересна будет эта тема Потому что это действительно полезно Как готовиться Увидите то, что ничего страшного в этом нет Я сам готовлюсь Потом, может быть, когда задам уже игр Расскажу свои впечатления о нем Потому что явно впечатлений будет достаточно Чтобы об этом рассказать Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть С вами был Стас Подписывайтесь на меня в Твиттере, Инстаграме, Вконтакте Надеюсь, видео не было слишком долгим Ставим лайк и подписываемся на канал Также переходим по ссылке на партнерской программы Я заговорился Будет много всего интересного Также игры и все И всех люблю, ребят И давайте вы все сдадите И у вас все получится Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok